Привет любители активного образа жизни, привет подписчики и гости! Сегодня обзор питьевой системы, переносимой на спине или на рюкзаке. Итак, я заказал на Алиэкспресс желаемый гидратор, оплатил карточкой 15 долларов 20 центов, получил через месяц, как и обещано, курьерской доставкой на дом. Итак, пора вскрыть этот чудесный плод. Вскрываем быстро, но аккуратно. К сравнению, перед этим я приобрел гидратор, только полиуретановый мешок за 7 долларов 60 центов и ходил за ним на почту. Обзор на него можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Вес этой посылки 407 грамм, вот такого черного цвета. Почему именно такой я выбрал? По опыту прошлой посылки я выбрал опять сам водяной мешок с большой пробкой. Очень удобно. Вот такая же большая пробочка. Честно говоря, я уже не помню, но по-моему здесь тоже 2 литра. Значит, давайте посмотрим, из чего он у нас состоит. Сам рюкзачок. Очень хорошего качества, надежный. Снаружи есть 3 полоски для крепления моли, системы моли, то есть на него можно еще что-то повесить. Лямочки. Вот такие. На первый взгляд, это покажется грудная перемычка и брюшная перемычка. На самом деле, ее можно одевать и на себя, и на рюкзак основной, чтобы это изделие было снаружи, в удобном доступе. Залить воды, снять, его можно повесить, использовать и в других назначениях, не только пить воду с него. Вот так вот. Вот такие фастексы. Грудная перемычка точно так же фастексом крепится. Очень удобно. Вот тут есть карман. Значит, что сказать. Очень хорошо закреплено здесь. Очень удобно. Держи шланг. А шланг находится внутри. Как его достать? И вот именно вот этот карман сзади поможет нам решить эту задачу. Мы засовываем луку сюда. Немножко, конечно, неудобно. Особенно для тех, кто не знает. И выводим сразу его вот сюда. Вот эта штучка у нас. Это нужно сделать один раз. Не каждый раз, когда вы берете. Вот один раз получили эту посылочку. И надо подготовить это изделие к эксплуатации. Можно вытащить на правую сторону. Можно вытащить на левую сторону. Хорошо. В шланг вытащили его всю длину. Его длина порядка метр приблизительно. Сейчас проверим его на запах. Чистенький. Хорошие лямочки. Качественные. Приятные. Вот он мягенький такой внутри. С этой стороны, когда я его трогаю, как кармашек. Не один слой ткани. Ткань с одной стороны. Изнанка вовнутрь. И с другой стороны. Ну, ребята, молодцы. Не пожалею. Вот тут есть ручки для переноса. Можно нести за ручку люцак. Можно нести за ручку сам мешок с водой. Значит, сам гидратор. Я уже делал на него коротенький обзор. В предыдущем видео. Кому интересно можете посмотреть. Ну, и так, быстренько подскажу. Вот здесь есть отверстие. Вот таким движением вы открываете. Проход воды. Вот здесь отметка до зубов. Прижимаете. И водичку либо тянете, либо, если там есть давление, она выйдет. Давление создать несложно. Можно просто его надуть в каком-то положении. Если мешок выше головы, то он прекрасно будет самотеком выходить. Нет, можно просто потянуть водичку. Ну что ж, давайте протестируем его. Я приготовил две бутылки воды. Одна бутылочка полтора литра, вторая бутылка пол-литра. Начнем заливать. Так, ну полтора литра свободно вошло. Я подозреваю, что здесь можно и два литра влить. Что мы сейчас и попробуем сделать. Вот мы видим, два литра здесь под завязочку. Сейчас главное не разлить. Что тоже непросто. Крышечка, как мы видим, с уплотнительным кольцом резиновым. Поймали резьбу и закручиваем. Будем надеяться, что там внутри производитель хорошо закрутил шланг. Ну вот так вот. Вроде бы все получилось. Давайте проверим, работает для системы. Водичка идет. Система работает. Сейчас мы ее померим, на себя оденем. Приступим непосредственно к примерке. Одеваем, как обычно, рюкзак. Сразу чувствуется, что он маленький. И эти ощущения еще усиливаются за счет того, что баллон с водой наполненный. Больше оттягивает назад. И мы видим, что брюшная перемычка сходится с большим трудом. То есть я должен тянуть, как говорится, живот, которого и так у меня особо-то и нету. Тем не менее, вот так вы видите. Грудная перемычка вообще не достает. Не достает. Надо полагать, что есть какая-то градация по размеру, которую я не заметил. Либо это производится для китайцев, маленьких китайцев. Пока есть и большие высокоразвестные. Итак, что еще тоже замерим. Здесь фиксированная лянка. Нету фастексов. Быстрого сброса не будет. Но эти недостатки можно, в общем-то, исправить. Добавить, удлинить, точнее, перемычки, грудную и брюшную. И будет нормально. Я думаю, будет очень хорошо. Вот сюда можно добавить фастексов. Вот так. В общем, вещичка хорошая. Что касается рюкзака, чтобы надевать его сверху на рюкзак. Вот это мой рюкзачок. Походный. Сейчас он у меня на инзе. Вот тут можете посмотреть, я делал подробный обзор состояния инзе, как он выглядит. Ну, а когда я выхожу по ходу, конечно, я меняю его комплектацию. Значит, на него положить можно, но опять-таки, из-за того, что короткие лянки, короткая грудная перемычка, не получится его закрепить. То есть его доработать, удлинить эти лянки, о которых я говорил, ну и все получится. Хочу еще дать пару маленьких советов. Когда вы двигаетесь по пересеченной местности, всегда есть вероятность упасть, получить какую-то травму, рассечение. Когда рюкзак находится на спине, создается небольшое давление. Ну, предполагаем, например, вы рассекли какой-то участок на руке, раны травмоточек не упёрлись с водопада на землю, пупыркались и в раны упала грязь, земля, да? Надо смыть. Достаточно открыть колпачок, снять полностью и напором воды смыть грязь с раны. Дальше, конечно, можно обработать антисептиком, наложить повязку, ну, в общем, как вы знаете. Вторая подсказка, почему он именно черный? Ну, мы идем, допустим, в какое-то холодное время года. Для того, чтобы нагреть, попить тёплой воды, вам не нужно разводить костер. Просто обязательно положить, если солнце есть. То есть, это, как говорится, вариант. Положить на солнце. И ещё одна подсказка. Этот баллончик может помочь вам, например, при пересечении водной преграды. Допустим, вы уже извлекли отсюда час воды, выпили, баллон уже становится свободной. Его можно надуть. И литр, например, литр воздуха вам поможет пересечь водную преграду, даже если вы в тёплой одежде. Рюкзак можно отучить отдельно, снять. А вот этот рюкзачок надеть на себя в качестве спасательного жилета. Вдруг вы нечаянно туда упали, а у вас уже заранее готово там баллон снять. Ну, вот так. Надеюсь, ребята, этот обзор был для вас информативным. Вы получили какую-то интересную, новую информацию. Если вам что-то понравилось, что-то не понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, замечания. Мне будет приятно вести с вами диалог. Удачных вам походов! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok